Далее. Как я уже сказал, контейнер — это файл, в котором хранится видео. И с контейнером есть один нюанс. Если в мире фотографий все просто и понятно, если у вас есть файл .tif, то внутри формат .tif, если файл с решением .jpg — внутри .jpg, если .bmp, то .bmp и так далее. В мире видео все не так однозначно. Если у вас есть файл с решением .move, даже если у него иконка, на которой написано .move, нарисованный значок QuickTime, что внутри — неизвестно. Там может быть любой кодек. Контейнер QuickTime — достаточно широкий контейнер, поэтому внутри может быть целый выводок кодеков. Я чуть позже могу продемонстрировать. Точнее, даже чуть позже будет слайд. То же самое. Если это авишка, то внутри неизвестно, что. Пока мы не откроем эту авишку, мы не можем... Мы можем только строить гипотезы, что там, ну, скорее всего, может быть, какой-нибудь Microsoft DV или H44. Но стопроцентно дать руку на отсечение я не могу, пока не открою. То же самое с MXF. То ли там MP2, то ли там DNX, то ли там AMX50, допустим, для российских условий. Неизвестно. Пока не откроешь — не узнаешь. При этом, как я уже говорил, контейнеры могут делиться на две категории — специализированные и контейнеры широкого применения. Что имеется в виду? Контейнер QuickTime, то есть файл с расширением .move, является контейнером широкого применения. А именно, в нем может быть записан любой кодек из широкого спектра кодеков — Pararese, DNX, Uncompressed, Animation, 264, 265 и так далее. Если вы когда-нибудь открывали QuickTime Player, именно как раз седьмой QuickTime Player, и попробовали выполнить команду экспорт, если у вас Pro-версия, вы увидите, что там штук, не знаю, 40-50 этих кодеков. Особенно, если вы поставили дополнительные кодеки в систему, они тоже появляются в QuickTime Player. Поэтому контейнер QuickTime может хранить себе практически все, что угодно. Для сравнения, контейнер Windows Media, файл с расширением .wmv — это узкоспециализированный контейнер, и хранить он может только один тип кодека — это Windows Media Video. Все, ничего другое в него записать не получится. Ну, чисто теоретически вы можете запихнуть в него файл в кодеке H24, но на практике это будет некий такой странный гибрид, который будет не жизнеспособен. Да, и как я говорил, что все контейнеры делятся на узкоспециализированные и широкоформатные, поэтому вот здесь из этих трех контейнеров самый широкоформатный — это QuickTime, чуть менее широкоформатный — MXF, и самый узконаправленный — это Avid. Он поддерживает буквально штук пять кодеков, в него можно запихнуть.